ДЖАЗОВАЯ МУЗЫКА А тема нашего сегодняшнего урока – босса нова, один из основных латиноамериканских ритмов. И для иллюстрации мы возьмем тему, одну из самых знаменитых тем, которая называется «Девушка из Ипонимы» – «Girl from Ипонима». Итак, начнем с ритмической основы. И поэтому мы начнем с контрабаса. Что играет контрабас, когда мы начинаем играть босса нова? Базовый рисунок босса нова – это четверть с точкой и восьмая, четверть с точкой и восьмая. То есть вот так вот. Соответственно, между ними можно играть брейки всякие, всевозможные. Соединяем таким образом аккорды между собой. А главное – не допускать ошибок, которые, например, я очень много лет допускал, пока не обратил на это внимание. Всегда со сменой гармонии гармония меняется в сильную долю. И вот она соль. То есть следующий аккорд наступает в следующую долю. Не вот так вот. Вот так вот не играется, потому что у фортепиано или у солирующего инструмента в этот момент… Ещё может продолжаться прошлая тональность. Да, предыдущий тональность. Но это очень хочется сделать по логике вещей. Но этого делать ни в коем случае не надо, потому что иначе будет гармоническая грязь. Соответственно, такой же рисунок у басового барабана. И мы с ним вместе должны совпадать и играть, в общем-то, как одно целое. Дополняя друг друга. Давай покажем. Ас, два, три, эй. Заметьте себе, что контрабас также синкопы использует. Да, ну что угодно, но базовый рисунок вот этот. То есть от него надо отталкиваться. Теперь мы спросим нашего ударника. Помимо дублирующей бочки с басом, басанова на барабанах играется на малом барабане приёмом рим-клик, когда палочкой об обод, и на хай-хете, и на тарелке рай. В хай-хете это восьмое или шестнадцатое, а в левой руке так называемой клавой. Сейчас я покажу, что я имею в виду. Раз. И раз. Вместе, да? И вместе. Пианист в этот момент начинает играть ритм. Смотрите. Или. 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 играется. в основном. или. 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 слушаю основополагающий бас у контрабаса. При этом самая главная доля в этом басу остается в пространстве. Вот она самая главная. Вот какую долю нужно нам чувствовать. Поиграем еще раз. Раз, два и раз, два, три, четыре. Более лирично. Моя левая прекратила играть столько. Просто показываю гармонию. Моя левая прекратила играть столько. Моя левая прекратила играть столько. Поиграем импровизацию. Что я делаю? Даже когда я играю дабл тайм, я играю с акцентами на слабые доли. Я остановлюсь на секундочку. Смотрите, что я делаю. Я не столько акцентирую, сколько я, что называется, пропадаю часть нот. Я их играю так, что они еле слышны, но они слышны. Видите, у меня часть нот как будто пропадает. Давайте еще раз бриджа. Раз и два и раз, два, три. Моя левая прекратила играть столько. Продолжение следует... ударник услышал меня сразу ответил что сейчас было басист вопросительно посмотрел на меня спрашивая вы закончили солист или вы будете дальше и я ему показал одним аккордом не не продолжая импровизацию что я закончил мы оба и он и давид и я знаем типичное окончание этой пьесы зная его знаю что в большинстве случаев девушка из апонемы заканчивается двумя аккордами я показал басисту аккорд и он понял что я буду заканчивать после этого он просто внимательно слушал а ударник внимательно смотрел на меня где же я закончу и небольшим кивком головы и глазами покажу что я действительно закончил вот так мы сегодня немножечко чуть-чуть самую самую верхушечку айсберга показали вам стиль босса нова как один из наиболее популярных стилей того чтобы называем латиноамериканскими ритмами латиноамериканской музыкой пока что мы прощаемся с вами друзья но надеемся до скорых встреч с нами были сергей васильев и давид кибучава увидимся